Рыбные блюда. Запеканка с рыбой, картофелем и сыром. Рассказывает Ян Кьюдсен. В те далекие времена, когда я был владельцем последнего в Австралии рыбного кафе, как давно это было, это блюдо пользовалось особой популярностью среди наших посетителей. В нем смешаны очень необычные продукты, но именно поэтому блюдо имеет такой богатый и насыщенный вкус. Прежде всего берем картофель. Это может быть любая его разновидность, и варим его до тех пор, пока он не станет слегка мягким. Но не следует варить его слишком долго, а лучше даже немного недоварить. Потому что затем мы нарежем его ломтиками и будем запекать в духовке. Если передержать картофель на плите, то он получится слишком разваренным. Тогда из него можно будет сделать лишь пюре, а сегодня мы готовим вовсе не это. Итак, здесь у меня один кусок рыбы, я готовлю небольшое количество, но вы можете делать сколько угодно в зависимости от того, сколько рыбы вы хотите использовать. Вы можете варьировать количество порций. Теперь выкладываем картофель и добавляем половинку зубчика чеснока. Это немного, но я делаю всего одну порцию. Не стоит класть слишком много чеснока. Теперь польем сверху оливковым маслом. Лучше использовать масло более высокого качества. Здесь у меня масло первого холодного отжима. Это очень важно для вкуса всего блюда и картофеля в особенности. Теперь щепотку соли и перца. На картофель мы выкладываем толстый кусок филе. Покажи поближе, Роб. Видите? Такой толстый ломтик филе. Это гарпука, но вы можете использовать синеглазку, луцианы, желтохвоста, горбыля. Это совершенно не имеет значения. Кладем рыбу в миску и сбрызгиваем оливковым маслом. Ее мы ненадолго отложим. А вот то, что я положу в форму дальше, покажется вам необычным. Здесь у меня немного мелко порезанного стручкового перца, красного и зеленого, а также свежую кукурузу прямо из початка. Все это мы также выкладываем в форму. Теперь берем немного копченого сыра и режем его кубиками. Это довольно необычный ингредиент. Я пробовал делать это блюдо с твердым чертым сыром, но получалось совсем не то. У меня был похожий рецепт из одного ресторана в Испании, откуда я и позаимствовал эту идею. Нарезайте сыр мелкими кубиками, потому что во время приготовления в духовке сыр расплавится и равномерно перемешается с овощами. Убедитесь, что кубики не слиплись. И хорошенько перемешайте их с овощами. Затем выкладываем в форму рыбу и обильно посыпаем ее нашей овощной смесью, которая затем станет соусом. Повторяю еще раз, убедитесь, что сырные кубики не слиплись. Разогреваем духовку до 120 градусов. Этого будет достаточно. И ставим в нее нашу форму. Готовим запеканку в течение 10 минут, до тех пор, пока не расплавится сыр и не запечется рыба. Готовность рыбы можно проверить следующим образом. Берете нож с острым концом и делаете небольшой надрез. Старайтесь не передержать рыбу в духовке, но убедитесь, что она пропеклась, так как на это уйдет минут 10, из-за того, что рыба прикрыта овощами.